Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня», сегодня я веду, я Михаил Горин. Стало известно, что власти Италии обвиняют немецкую молодежную организацию в том, что она потворствует эмиграции в ЕС и не просто потворствуется, а занимается ее организацией. Вот об этом мы поговорим с нашим собеседником из Германии, независимым журналистом Евгением Кудрецым. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Михаил. Речь идет об организации «Молодежь спасает», которая утверждает, что она занимается помощью нелегальным эмигрантам в Европейском Союзе, не только в Германии. Однако вот прокуратура уже Италии обвиняет эту организацию в том, что она не просто потворствует эмиграции, а занимается организацией и привозом мигрантов в страны ЕС. Что известно об этом в Германии? Ну, вы знаете, действительно, несколько дней назад эта история получила большой резонанс не только в Германии, но и во всем мире. Были телевизионные сюжеты на эту тему. Но возникает закономерный вопрос, каким образом это удалось узнать. А это очень просто. Туда был внедрен, так сказать, скрытый агент. Под видом волонтера был засланный казачок, который это все фиксировал, в том числе у него видео, аудио и другие документы. Потому что очень важна доказательная база, не просто говорить вот как на словах. Я понимаю, Евгений. А о чем конкретно идет речь? В чем конкретно обвиняют эту организацию? А ее обвиняют, вы не совсем точно сказали, организации. Я бы не сказал, что эта организация, это один из таких перевалочных пунктов. То есть это, вы понимаете, это многоходовка, а вот эта организация использовалась как в качестве такого транзита. То есть они вместо того, чтобы спасать людей, которые действительно тонут или им угрожает опасность, они просто их по договоренности с ливийскими контрабандными организациями, то есть контрабандистами, грубо говоря, они просто получали сигнал и на своих транспортных средствах, то есть вот этот конкретный корабль, который был арестован, Ювента, на нем они как раз и этих нелегальных мигрантов доставляли. Причем, естественно, как вы понимаете, не бесплатно. Но тут интересный очень момент есть, что буквально за несколько дней до этого вот эта организация «Молодежь спасает», она отказалась подписать так называемый кодекс поведения при спасении беженцев на море. И самое интересное, что один из пунктов как раз был о том, что они не должны входить в контакт с подобными организациями. Так что у них, ну так, понятно, что это несерьезно, но совесть чиста. То есть они не подписали этот договор и якобы у них их нельзя обвинить, что они нарушили этот кодекс, ну не чести, а кодекс поведения. Ну, кодекс поведения, я понимаю, это такой неформальный кодекс или это юридический документ, который к чему-то обязывают? Ну, во всяком случае, это другие организации его подписали. Это все-таки и в том числе Международная гуманитарная организация «Врачи без границ». Нет, извините, как раз «Врачи без границ» отказались подписать. Но это все-таки документ серьезный, который, если бы они его подписали, то они бы себе подписали, так сказать, еще дополнительные какие-то пункты. Но вот возвращаясь к доказательной базе, я знаю, что были сделаны фотографии, и вот командир этого корабля, вот тоже была аудиозапись, я ее слышал, что он говорил, что нужно уничтожить все такие фотографии, которые могли бы против них свидетельствовать, потому что на фотографиях можно опознать конкретных людей и потом их идентифицировать. Понятно. Скажите, пожалуйста, эта организация декларируется как немецкая, то есть она зарегистрирована в Германии. Тем не менее, обвинение ей предъявляет итальянская прокуратура. Как будут решаться вот эти вот вопросы юрисдикции? Что вообще им грозит? Ну, насколько я знаю, они обратились, вот это представители организации, они обратились и к немецким адвокатам, и к итальянским. То есть я думаю, это будет совместный какой-то процесс международный и немецкий, и итальянский. Что касается того, что им грозит, мне трудно сказать, потому что я не очень знаю в этом плане законодательную базу. Ну, во всяком случае, могут эту просто организацию запретить или распустить, скорее всего. Но, естественно, будут их руководители и оштрафованы, а может быть даже речь пойдет о реальных тюремных сроках. Посмотрим. Я думаю, что это будет громкое дело, потому что первый раз, наконец, в голос заговорили о том, что есть связь некоммерческих организаций с беженцами. Потому что вот мы с вашим коллегой Александром Гойрарио как раз об этом говорили, и он высказывал только предположение, что он думает, что какие-то все-таки связи есть, потому что вот эта тема вообще почему-то закрытая. Каким образом беженцы поступают в ЕС, в частности в Германию, и какие огромные суммы за этим стоят. Потому что вы знаете, что это очень дорогостоящие мероприятия сюда добраться. Понятно. Я хотел бы продолжить тему беженцев вот с какой стороны. Относительно недавно мы с вами говорили о том, что случилось в Гамбурге, когда молодой беженец набросился на людей с ножом в супермаркете, убил одного человека, ранил семерых. И тогда стало известно, что оказывается он давно был на заметке в полиции, и вообще он должен был быть выслан из Германии уже давно, но тем не менее почему-то его не выслали. И вот в продолжении этой темы я хотел бы вас вот о чем спросить. Многие обратили внимание на высказывание министра внутренних дел Германии Энди Гротте, который сказал, комментируя вот это происшествие в Гамбурге, он сказал, что совершивший его человек был, это уже цитата, не джихадистом, а просто исламистом. Объясните, пожалуйста, как в Германии разделяют вообще эти две категории джихадист и исламист? Что это вообще означает? Ну, это, конечно, такое условное отделение, потому что исламист это, так скажем, сторонник ислама, но не такой радикально настроенный, который готов крушить и бить неверных. Ну вот так вот я скажу более простыми словами. А если уже речь идет о джихадисте, то это потенциально опасный преступник, который готов совершать противоправные действия. И очень логично в этой связи сказать, что вот как раз накануне Конституционный суд ФРГ разрешил депортацию потенциальных террористов. То есть речь идет именно о тех людях, которые опасны потенциально. Не то, что они уже совершили какой-то акт, как вот этот молодой человек в Гамбурге, а только замышляют или могут потенциально что-то совершить. Но опять мы упираемся в то, что вот этого молодого человека нельзя было выслать. Я не знаю, как будет процедура проходить этого принятия решения о депортации потенциальных террористов, если у этого потенциального террориста документы не в порядке, и его, собственно, некуда высылать, потому что у него нет оснований, чтобы его выслать на его родину, куда-нибудь, я не знаю, в Ливию или в Алжир или еще куда-то. То есть тут опять закон, как говорится, хороший, а процедура исполнения его не ясна совершенно, потому что нет механизма и непонятно, каким образом его выполнять. Так что здесь речь идет не только о законе, сколько о механизмах его принятия, его исполнения уже на практике. Потому что я же говорю, что можно руководствоваться этим законом, уже есть прецедент, можно на него сослаться, но когда у человека нет документов, то очень трудно его куда-то выслать. Евгений, скажите, пожалуйста, а суд определил вообще понятие потенциальный террорист? Что это подразумевает? Кто это решает? Ну, там просто приводятся конкретные случаи. Почему? Это же прецедент был, как вы знаете, что в Германии должно что-то произойти, чтобы принять закон и уже к нему отсылать. И вот тут как раз служило сделать 37-летнего сторонника исламского государства из Алжира. И вот в 2017 году спецслужбы установили, что от него исходит теоретическая угроза, потому что он объявился его приверженником и сторонником исламского государства. Здесь уже все понятно. Если он совершенно официально заявляет, что он сторонник ИГИЛ, то его вполне можно причислить уже к потенциальным террористам. Если он просто, я не знаю, ходит в мечеть и читает Коран, то его трудно заподозрить. Хотя вы знаете, что именно в мечетях некоторые проповедники, имамы, все-таки пользуются своим служебным положением и призывают к борьбе с неверными. И в том числе, ну не в прямую к террористам, но во всяком случае могут использовать ислам вот в таком качестве. Понятно. Евгений, спасибо за ваш комментарий. Всего вам доброго. До свидания. Напомню, что с нами на связи из Германии был независимый журналист Евгений Кудриц. До свидания.